ДЦП 2 миллиарда 664 миллиона рублей, 60% от плана. По ремонту автомобильных дорог 257 километров, выполнение на 1 миллиард 224 миллиона 82%. По госзаданию 254,2 километра на 1 миллиард 206 миллионов, что составляет 91%. Три дороги приняты, 28 дорог и один мост готовятся к сдаче. Также на 9 объектах, в том числе на 2 мостах, работы ведутся. Один мост из них уже на этой неделе выходит тоже в желтую зону под сдачу. И на 7 дорогах пока работы ведутся. Осталось 43,3 километра. По павильонам установлено 60, это было на вчера утро, и еще дополнительно у нас 11 штук, итого 71. Самое главное, когда ставить будете, чтобы четко все площадки, для маломобильных групп обязательно заезды были. Только так? Со съездами, с карманами, то есть все полностью должно быть. А в этом и проблемы, так бы уже бы установили бы все. Ну, ничего страшного, зато это совершенно другой вид у дороги уже получается, когда стоят павильоны, подготовленные. Более предназначен эксплуатировать лучше. И эксплуатировать лучше, и потом людям комфортнее. То есть раньше в лужах стояли, тоже совершенно неправильно. То есть в этом году у нас вы планируете выпустить и уложить 400, сколько, 20 тысяч? 4,25. 4,25 тысяч. То есть вам еще нужно, соответственно, 30 тысяч положить, да? 29,8. 28,2, но там 15 тысяч не мы. Вы должны сейчас, пока хорошая погода, все сосредоточиться на завершении работы. Не просто полотно откатали и все. Дальше, так сказать, это установка ограждения, щебенение, павильоны, разметка. Разметку начали делать? Да практически уже заканчиваем. Уже все. Там осталось-то чуть-чуть. Ну, надо смотреть. Нет. То, что я ездил по новым тем же дорогам, тоже Олег Синпершев, но я разве не на разметке не видел? Уже готово. Ну, хорошо. Буду ездить, буду смотреть. Ну, просто еще раз бы, коллеги, главы, так сказать, руководители филиалов, чтобы вы четко на этом сфокусировали. Не просто так закатали и там, что называется, и рады все. Вот. По разуме до деталей. До деталей. Значит, по реконструкции, по веневке. Работы идут вяло. Расторгать контракт уже. 6-7 миллионов мы взяли уже исполнительный лист в принудительном порядке. Ну, у вас штраф 8,7 миллионов. 8,2 они в добровольном только платили. Ну, хорошо, а 6,7 миллионов. 6,7 миллионов исполнительный лист в принудительном порядке. Владимир Сергеевич, по сельским дорогам у нас ряд торгов по Веневскому району не состоялись. Новые подрядчики были неопределены. В настоящее время идут у нас работы. Это строительство дороги к населенному пункту Дедилова от автодороги Туланово-Московск. Вот я не очень понимаю, мы зачем сохранили Тулавтодор. Для того, чтобы Тулавтодор выполнял все контракты. В том числе и на те контракты, которые никто не хочет выходить. После вашего свинца. Это задача Тулавтодора. А вот гонять, асфальтировать направление, это мы с удовольствием можем взять и других подрядчиков, которые будут это делать быстрее и, может быть, даже за меньшие деньги. Может быть, я не утверждаю, но то, что быстрее, фарм. А вот мне нужен как раз Тулавтодор, который может выполнять тяжелый контракт, как сельские дороги, как дворовые территории. Поэтому Тулавтодор, основная задача Тулавтодора, выполнять все. Потому что жители не волнуют, сколько это денег стоит, кто это делает. Жители волнуют, чтобы это было сделано. Что касается по маршруту Олимпийского окна, на сегодняшний день выполнения, в общем-то, есть уверенность, что в 14 числа маршрут Олимпийского окна будет сделан, то есть дороги будут закатаны с разметкой. Как делал вам Автодор? Я так понимаю, есть уверенность, что государственные задания по Автодору будут выполнены, но не нужно на этом не останавливаться. Нужно завершить те работы, которые были не завершены с прошлого года. Это щебенение, установление, соответственно, знаков, остановочные павильоны, ограждения, то есть разметка так, чтобы дороги выглядели качественно. И готовиться к выполнению государственных заданий 2014 года. Соответственно, все государственные контракты нужно начинать уже готовить сейчас и объявляться сейчас. Сейчас.